Папа, мама, я – спортивная семья. Такого принципа придерживается Света Савельева. Она первая в семье стала посещать секции, а вслед за ней спортом увлеклись и родители. Физкультура стала основным видом досуга, а сегодня они в полном составе приехали, чтобы стать участниками семейного фестиваля ГТО. Вообще у нас спортом занимается в основном дочь. Вот она нас и подтянула к этому. Она у нас спортсменка в плавании, в лёгкой атлетике. Папа у нас занимается немножечко дзюдо. Да, всё понемногу. А я тоже чуть-чуть где-то что-то успеваю. В программе фестиваля силовое многоборье и плавание включены также тестовые испытания. Перекладина, стрельба, гиря и челночный бег. Желающие могут посоревноваться в конкурсе поделок с символикой ГТО. Федеральная программа «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» ставит амбициозные задачи – вовлечь в регулярные занятия физкультурой и спортом не менее половины россиян. А начинается всё в семье, если родители заинтересованы в спортивных достижениях детей. В Самарской области очень активно развивается комплекс ГТО. Более 260 тысяч человек уже являются участниками комплекса ГТО. Более 30 тысяч являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков в отличие. И комплекс ГТО внедряется в разные категории. Взрастные и социальные группы населения Самарской области. Участники выполняют травмативы, руководствуясь олимпийским девизом «Главное участие». Фестиваль – это хороший способ проверить свои силы, чтобы в дальнейшем попытаться пройти испытания на медаль. Олег Зверев, Николай Епифанов, События.